Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей Пичи. 21 сентября на календаре и мы с вами традиционно подводим итоги уходящего дня. И сегодня президент Зеленский уже прибыл в Вашингтон, где встречается с американским президентом Джо Байденом и будет выступать, но не перед Конгрессом США, как ожидалось, а перед сенаторами. Вот почему так, обсудим. Известно, что в Конгрессе все-таки пришли к компромиссу по голосованию за бюджет, куда заложено 24 миллиарда долларов помощи Украине. Ну а также во время встречи двух президентов состоится обсуждение передачи ракет Атакамс. Но вот американские СМИ уже намекают, что, к сожалению, решение может быть непозитивным для Украины на этом этапе. Вместе с тем Вашингтон подготовил новый пакет военной помощи для ВСУ. В то же время накануне в Нью-Йорке президент Зеленский провел важные встречи с президентом Литвы Науседой, на которой обсудил вопросы импорта украинского продовольствия и дипломатический скандал с Польшей. Также был разговор с Олафом Шольцем об усилении украинского ПВО и разговор с президентом Бразилии об украинской формуле мира. Вот обо всем этом мы с вами сегодня и поговорим. Начну со встреч президента Зеленского в Нью-Йорке. Закроем этот вопрос, потом перейдем к адженде в Вашингтоне. Значит, в Нью-Йорке президент Зеленский встретился с федеральным канцлером Германии Олфом Шольцем. А во время встречи Зеленский поблагодарил Германию за поддержку Украины в усилении противовоздушной обороны. Ну и в офисе президента отметили, что Зеленский отметил важность дальнейшего усиления украинской ПВО для защиты гражданской инфраструктуры в преддверии зимы и функционирования зернового коридора. А поэтому Шольц как бы должен усилить работу по предоставлению Украине дополнительных систем ПВО. Кроме того, лидеры уделили внимание подготовке к международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая будет проходить в Германии летом следующего года. Ну и обсудили подготовку очередной встречи на уровне советников по обсуждению пунктов украинской формулы мира и подготовку глобального саммита мира. Насчет формулы мира. Кстати, говорил Зеленский и с бразильским коллегой Луисенасио Лула де Силвой. Ну и что важно, бразильский президент обещает, что его страна продолжит работу в этом формате. Ну, в частности, вот эти вот встречи на уровне советников, они продолжатся, и Бразилия там активизирует свои усилия. Кроме того, Зеленский провел встречу с президентом Литвы Гитаносом Науседой. Одной из главных тем стал экспорт украинского зерна. И вот здесь Науседа рассказал о том, что он провел переговоры еще и с президентом Польши, Анжием Дудой. Сегодня была путаница в СМИ, что якобы произошла трехсторонняя встреча Науседы, Дуды и Зеленского. Нет. Произошло это не так. Все-таки Науседа встретился отдельно с президентом Зеленским, отдельно с президентом Дудой. Науседа отметил, что на встречах с лидерами Украины и Польши он обсудил облегчение процедуры транспортировки зерна через Польшу. И дальше Науседа отреагировал на этот наш дипломатический скандал между Украиной и Польшей. Я напомню, что Польша 15 сентября решила продлить запрет на импорт зерна из Украины, несмотря на решение Европейской комиссии. В ответ Киев начал подачу иска во Всемирную торговую организацию. Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что Польша подрывает солидарность с большим политическим театром. Варшава после этого вызвала посла Украины на ковер. Сегодня уже заявили, что Украина и Польша договорились найти решение по экспорту украинской агропродукции. Но все равно это не мешает нашим польским коллегам продолжать манипуляции на тему помощи. А сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий вдруг заявил, что вряд ли Польша останавливает, скажем так. Сейчас пытаюсь как-то корректно высказаться на этот счет. То есть Матеуш Моровецкий заявляет о том, что он, конечно, понимает, что мы отражаем полномасштабную агрессию России, но новые поставки вооружения Польша делать не будет. Почему? Потому что они усиливают собственную армию. Но уже существующие договоренности Польша обещает выполнить. То есть то, о чем было договорено на предыдущих всех рамштайнах. Польша выполнять собирается, и она это сделает. Но вот как бы новые какие-то поставки, как говорит Матеуш Моровецкий, якобы ожидать от Польши не стоит. Вот они теперь берутся за свою собственную армию для того, чтобы она могла защитить собственную страну. То есть теперь все силы якобы туда. И вот президент Литвы на Уседа отреагировал на это заявление Моровецкого и заверил, что это ложный путь. Потому что сейчас речь идет не о безопасности отдельных стран, а о безопасности всего региона и даже, можно сказать, континента. Поэтому как бы только совместными усилиями можно противостоять угрозе России. Но еще на Уседа добавил, что нужно все-таки найти решение в разногласиях между Польшей и Украиной, причем сделать это как можно скорее. Но это то, что было в Нью-Йорке. Все-таки главным событием сегодняшнего дня уже станет встреча президента Украины и президента США. Уже в Вашингтоне, напомню, Зеленский. И известно, что президента Зеленского и первую леди Елену Зеленскую приветствуют в Белом доме уже в 22.00 по киевскому времени. После этого состоится встреча обоих президентов лицом к лицу и в расширенном формате. Следовательно, брифинг президентов нужно ожидать, я думаю, не раньше полуночи по киевскому времени. Но вот выступление президента Зеленского в Конгрессе США, вот как мы это видели в предыдущий его визит, похоже, сорвали республиканцы окончательно. Сегодня уже поменялось распорядок дня, и оказалось, что президент Зеленский сначала встречается с лидером, спикером Палаты представителей, с бывшим спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и с главой большинства в Сенате. А потом произойдет встреча отдельно с сотней сенаторов в Конгрессе. То есть вот такого большого выступления, как это было в прошлый раз перед Конгрессом всем, этого не будет. Значит, издание Нью-Йорк Таймс сообщает, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти планирует личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время он отказался организовывать встречу украинского президента с рядовыми парламентариями. Издание пишет о шатком положении Маккарти, который вызвал гнев правого крыла республиканцев в связи с федеральными расходами. Ему грозит отстранение должности, если он не поддержит приоритеты своих вот этих правых соратников, в частности прекращение финансирования Украины. Дальше приведут статую из Нью-Йорк Таймс. Хотя ожидается, что господин Маккарти встретится с господином Зеленским в частном порядке, его решение не проводить встречу, на которой украинский президент мог бы обратиться к рядовым законодателям, подчеркивает глубокие разногласия между республиканцами относительно дальнейшей помощи США для борьбы Киева с российским вторжением. Ситуация отличается от приема Зеленского в Сенате, где сенатор Чак Шумер, демократ от Нью-Йорка и лидер большинства, организовал закрытое заседание в Капитолии для всех ста сенаторов. Законодатели Палаты представителей, которые заинтересованы услышать непосредственно Зеленского, должны будут покинуть Капитолийский холм. Ожидается, что члены украинской группы Конгресса и другие встретятся с ним в Национальном архиве США. Хотя издание Reuters пишет, что двупартийная группа законодателей в Палате представителей США объявила, что согласовала основу для законодательства, обеспечивающего временные фонды для предотвращения закрытия правительства, начиная с 1 октября. По сути, это позволит продлить помощь Украине. Объясню, что имеется в виду. Дело в том, что без каких-то срочных действий со стороны Конгресса наличные деньги для полноценного выполнения огромного количества федеральных программ истекают в полночь 30 сентября, то есть в конце текущего финансового года в США. После этого может наступить коллапс. И в течение нескольких месяцев вот эти крайне правые республиканцы в Палате представителей требовали более глубоких сокращений федеральных расходов, что позволило бы в итоге, с их точки зрения, принять бюджет уже до конца этого месяца. Но этого не произошло на данный момент, поэтому теперь Конгресс хочет принять временные меры финансирования вплоть до Нового года для того, чтобы в этот период уже окончательно разобраться и принять полноценный бюджет. Для нас важно, что даже в таком случае просьба президента Джо Байдена о новом раудинге чрезвычайного финансирования для Украины будет одобрена. Вот даже в таком варианте. Впрочем, самой важной все-таки будет встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского. Среди тем, которые сегодня могут обсудить Зеленский и Байден, есть обсуждение хода наступления в ОСУ. В офисе президента уже неоднократно настаивали на том, что Украина не остановится в освобождении своих территорий. И теперь вот спикер Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден хочет услышать из первых уст президента Зеленского о том, что происходит у нас на фронте и что мы планируем дальше. Они хотят лично тет-а-тет обсудить эту ситуацию. Следующим вопросом, конечно, будет обсуждение потребностей в ОСУ на фоне затяжной этой войны. И в офисе президента напоминали, что Украина ожидает в этом контексте поставок ракет Атакамс. Ну и плюс Украина ожидает ускорение обучения украинских пилотов на F-16. Еще одна составляющая потребностей в ОСУ это все виды бронетехники, артиллерийские снаряды, в том числе и для Хаймерс. И здесь именно от Байдена много чего зависит. Но по ракетам Атакамс нас могут ожидать нехорошие новости на данном этапе. Американские СМИ пишут, что президент США Джо Байден планирует объявить о пакете военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов во время встречи с Зеленским. Этот пакет будет включать партию кассетных боеприпасов для 155-мм артиллерии. Вашингтон также планирует отправить Украине больше систем ПВО малой дальности Avenger, больше противотанкового вооружения и ракет к Хаймерсам. А вот о ракетах Атакамс объявлено, похоже, не будет. Здесь приведу цитату, что пишет по этому поводу CNN. Ожидается, что Байден поговорит с Зеленским о нуждах на поле боя, сказал Кирби. Но это происходит на фоне сообщений CNN о том, что Атакамс, армейские тактические ракетные системы дальнего радиусодействия, возможно, не станут частью нового пакета вооружений, что станет, как сказал Зеленский, разочарованием. Кирби сказал, что Атакамс не включены. С другой стороны, по словам того же Джона Кирби, Байден хочет заверить Зеленского, что США действительно будут оставаться с Украиной, пока это будет необходимо. Кроме того, и Джон Кирби, и советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнули, что Байден и Зеленский встретятся в критически важное время, потому что Россия ищет расширение своего военного сотрудничества с авторитарными режимами, такими как Северная Корея и Иран. Следовательно, вполне возможно, что вопрос ракет Атакамс, он выносится все-таки отдельным блоком и не будет обсуждаться публично. Ну и плюс здесь некоторые эксперты допускают, что отдельным вопросом обсуждения станет вопрос коррупции в Украине. Ну и, конечно, будет затронута тема подготовки двустороннего договора по гарантиям безопасности для Украины. Вот, это все об ожиданиях от переговоров. Напомню еще раз, в Белом доме Зеленского будут встречать в 22.00 по киевскому времени. То есть, скорее всего, после полуночи мы уже услышим какие-то брифинги и какие-то итоги, поэтому здесь ставлю многоточие, и мы к этой теме обязательно вернемся. А сейчас призываю вас присоединиться к сбору для наших военных. В частности, сейчас собираем на ремонт автомобилей для 67-й бригады. QR-код вы видите на ваших экранах. Переходите, он ведет вас на сайт фонда 24, где мы каждый день закрываем потребности наших военных. Ссылка будет в описании. Кроме того, поставьте лайк и напишите любой ваш комментарий. На этом все. Спасибо всем, кто объединился. И традиционно закликаю, верьте в Украину, верьте в ЗСУ, помогайте один одному и нашим защитникам, и тогда разом мы точно победим. Слава Украине! Побачимось! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...